Позволь предложить тебе небольшую иллюстрацию. Возможно, она приблизит тебя к пониманию. Конечно, сделай одолжение. Я изо всех сил стараюсь ухватить твою мысль, но мне практически не за что зацепиться. Хорошо. Представь себе, ты входишь в комнату. Это большой, роскошно обставленный зал. Возможно, библиотека в богатом доме. Да, вообразил. Входя в комнату, ты некоторые вещи видишь сразу. Возможно, это две большие статуи обнаженных людей в полный рост в углу комнаты. Естественно, что они бросаются во глаза. Ты направляешься к ним, чтобы рассмотреть поближе. Или, возможно, твое внимание привлечет чучело-медведя. Или огромный включенный телекран на стене. В общем, какой-то предмет притягивает к себе твое внимание. Твой ум немедленно устремляется к нему. Да, я могу себе это живо представить. Затем ты начинаешь осматриваться и замечаешь другие вещи. Не такие большие и не такие впечатляющие. Наконец, ты направляешься к нижному шкафу посреди комнаты. Твой взгляд останавливается на одном из корешков посредине полки на уровне твоих глаз. Именно за этим ты пришел в комнату. Вначале твое внимание привлекли статуи. Но пришел-то ты сюда за книгой. Впоследствии, описывая эту сцену кому-то из знакомых, ты можешь сказать «И в конце концов я нашел ее». Ту самую книгу, которую искал. Естественно, ни о каком конце концов тут речи идти не может. С таким же успехом ты мог сказать «Она стояла там с самого начала». Искомая книга была там все время. Ждала, когда ты ее увидишь. «Она не показалась в конце концов». На самом деле она вообще не показывалась. Она не пришла в библиотеку к определенному времени, но просто стояла на полке. «И все же в начале ты не видел ее, поскольку смотрел не туда. Поначалу ты направился совсем в другую сторону. И так все, что ты мог обнаружить в комнате, было там с самого начала. Это все существовало одновременно. Но осматривая комнату, ты обнаруживал предметы и воспринимал их последовательно. Таким образом, эта сцена – пример односледовательности. Понял. Я понимаю, как воспринимается данная ситуация. Вещь не возникает, когда ты ее видишь. Когда ты ее видишь, она возникает для тебя. Человек, поверхностно знакомый с квантовой физикой, скажет, что ни один предмет не существует, когда на него не смотрят. Именно твой взгляд помещает объекты туда, где они находятся. Однако ныне физика продвинулась еще дальше. И современные ученые говорят, что в действительности дела обстоят не совсем так. В высшей реальности объекты существуют еще до того, как ты их увидишь. В мире постоянно существуют множественные возможности. Любой постижимый исход, любой постижимой ситуации существует прямо здесь. Прямо сейчас. И реализуется прямо здесь, прямо сейчас. Тот факт, что ты видишь только один из вариантов, вовсе не означает, что ты поместил этот вариант в реальность. Видя тот или иной вариант, ты помещаешь его только в свой ум. Но какой именно из существующих реальностей я помещаю в своем? Ту, которую выбираешь. А что побуждает меня выбрать ту реальность, а не иною? Вот в чем вопрос, верно? Что побуждает тебя выбрать именно ту реальность, которую ты выбрал? Когда ты проходишь мимо сидящего на тротуаре человека, неопрятного, небритого, отхлебывающего вино из бутылки, что побуждает тебя увидеть в нем либо грязного бомжа, либо уличного святого? Когда приходит бумага из дирекции с сообщением, что тебя сократили, что побуждает тебя видеть в этом либо катастрофу, либо шанс начать новую жизнь? Когда ты видишь телерепортаж о землетрясении или цунами, унесшем в жизни тысяч человек, что побуждает тебя увидеть в этом либо бедствие, либо проявление совершенства? Что побуждает тебя сделать тот или иной выбор? Мои представления о мире? Верно. И еще твои представления о себе. Это напоминает мне историю о Дон Кихоте Ломанческом, человеке, который видит мир глазами горящими пламенем внутреннего видения. Это слова из текста Джо Дариона для музыкального спектакля по произведению Сервантеса. Дон Кихоту пришла в голову странная фантазия стать странствующим рыцарем, чтобы бродить по миру, искореняя зло. В перевернутой миске для бритья он видит шлем и гордо носит его на голове. В служанке с постоялого двора Алдонзе он видит Дульсинею, даму сердца, прекрасную, чистую и верную. Дон Кихот просит ее о подарке, который служил бы ему оберегом в битвах. Алдон заиздевательски бросает ему хозяйственную тряпку, но он видит в ней шелковый шарф, который затем носит у сердца. Он уезжает прочь из города, твердя, «Я — это я, Дон Кихот, лорд Ла-Манчи. Судьба зовет меня, и я иду». А ведь он все это выдумал. А какова твоя судьба? Как ты проживешь свою жизнь? Как ты будешь воспринимать людей, места и события? И каким все это окажется на самом деле? Ты — Бог, ты и скажи мне. Все зависит от того, как ты на все это смотришь. Знаешь, что самое невероятное? Как ни безумно все это, мне кажется, я понимаю. Конечно, понимаешь, ибо все это очень естественно. Твоя душа все отлично понимает, включая идею односледовательности. Твоя душа знает о существовании всех реальностей. Человек на тротуаре одновременно грязный бомж и уличный святой. Алдонза одновременно служанка с постоялого двора и прекрасная дама. Ты одновременно жертва и злодей. И в своей жизни тебе доводилось играть в обе роли. И ничто из этого не реально. Ничто. Ты все это выдумал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok